Здравствуйте! В эфире Парламентский Вестник, программа о деятельности Волгоградской областной думы. Предлагаем вашему вниманию обзор событий за минувшую неделю, комментарии и актуальное интервью депутатов. В минувший четверг состоялась первая и после летнего перерыва заседания областной думы. Одним из главных вопросов повестки дня стало рассмотрение регионального законопроекта о транспортном обслуживании населения легковым такси. Необходимость в этом возникла в связи со вступлением в силу с 1 сентября аналогичного федерального закона, который является базовым. Областные власти новых требований не добавляют, нет таких полномочий, но устанавливают условия допуска к таксомодорным перевозкам и процедуру контроля. Главной же целью при этом депутаты считают обеспечение комфортного и безопасного обслуживания пассажиров. И безопасность не только жителей региона, не только жителей всей нашей России, но и тех же таксистов, которые работают, и их безопасность, учтена в этом законе. И, конечно же, мы должны упорядочить эту работу. Мы должны знать, как и знать эти правила обслуживания пассажиров. И мы должны знать, кто нас обслуживает. Региональный закон предусматривает контроль за процедурой техосмотра, который придется делать каждые полгода, а также ежедневным прохождением водителями такси, медицинского освидетельствования и соблюдением ими правил пассажирских перевозок. В то же время, как считают народные избранники, документ еще нуждается в серьезной доработке, а потому согласились принять его пока только в первом чтении. При подготовке поправок депутаты рассчитывают опираться на предложение, поступающее от таксистов в ходе обсуждения проекта, который проводится на информационном сайте областной думы. Впрочем, как утверждает парламентарий, во время недавней встречи с предпринимателями региона выяснилось, что больше всего претензий у них к федеральному документу. В первую очередь, по обязательному наличию таксометра, что может негативно сказаться на бизнесе перевозчиков в сельских районах, где уже сложились твердые тарифы. На основании этого и других замечаний областные депутаты намерены в ходе осенних сессий подготовить поправки и в федеральный закон. Вся работа, которая над этим законом, над федеральным законом еще предстоит, полагаю, она впереди. И уверен, что вот те замечания людей, которые занимаются таксомоторными перевозками, которые мы получили в качестве обратной связи после нашего собрания, они будут отражены в проекте федерального закона, в поправках, которые мы уже в осеннюю сессию оформим. Потому что самое большое количество вопросов к тексту федерального закона. Также на заседании Дома депутаты рассмотрели подготовленный Комитетом по социальной политике законопроект о денежном поощрении лучших работников учреждений дошкольного и дополнительного образования. По мнению автора документа Ирины Гусевой, давно пора наряду с учительскими грантами учредить такие же и для воспитателей детских садов и преподавателей, ведущих кружковую работу. Размер премии 50 тысяч рублей, а получать ее будут победившие в конкурсном отборе педагоги, а также сами учреждения дошкольного и дополнительного образования детей. Для нас это очень важно. Мы хотим, чтобы в рамках обозначенным Владимиром Владимировичем Путиным проекта образования, модернизации в проекте Дмитрия Анатольевича Медведева «Наша новая школа» региональный бюджет. Не просто мы, региональные парламентарии, говорили, как мы любим дошкольные образовательные учреждения, что ах, как мы обеспокоены тем, что происходит с кружковой внеклассной работой в учреждениях дополнительного образования. А это реальная поддержка, реальным рублем в следующем году. И поверьте, что уже проговаривали в устной форме со многими коллегами. Они благодарны нам, потому что это, опять же, заслуженные награды всегда приятно получать. Депутаты единогласно поддержали данный законопроект сразу во всех чтениях. Документ вступит в силу уже с нового года. Ожидается, что вручение денежных поощрений работникам дошкольного и дополнительного образования будет приурочено ко дню учителя и ко дню воспитателя. В минувший вторник депутаты регионального парламента из фракции КПРФ провели в Волжском совместное заседание с коммунистами из местной городской думы. Народные избранники обсудили наиболее важные проблемы как региона, так и непосредственно муниципалитета, а также наметили план законотворческой деятельности на осеннюю сессию. Как и прежде, депутаты-коммунисты намерены в своей работе делать основной упор на решение вопросов социального характера. Для рассмотрения в областной думе готовится предложение по снижению ставок транспортного налога, а также по внесению изменений в порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые могут выразиться в установлении планки не более 10% от дохода семьи. Кроме этого, народные избранники готовы представить и ряд других законодательных инициатив. Мы готовим законопроект по социальным гарантиям малоимущим, это касается категорий, в том числе по бесплатному проезду для ветеранов афганской войны. Готовится законопроект по школьному питанию, мы будем вносить закон Волгоградской области, во всяком случае мы сейчас его уже заканчиваем, опять же совместно с депутатами волжскими, о том, чтобы все-таки это не было, так скажем, обузой для муниципалитетов, чтобы областной бюджет, какую-то часть этих средств, он и сейчас направляет, но чтобы больше вклад этот делался не только, как в городе Волжском питание осуществляется, но и чтобы другие районы, где нет возможностей финансовых, таких как у Волжского, эту проблему решать. Важным, на взгляд депутатов, также является работа по реализации на региональном уровне инициативы фракции коммунистов Госдумы, касающиеся создания общественной организации «Дети войны». Это движение, по мнению народных избранников, поможет обеспечить социальными льготами всех, кто пережил ужасы Великой Отечественной, будучи несовершеннолетними. По всем районам идет создание этого общественного движения, этой общественной организации. Оно прошло и в Михайловском районе, и в Афроловском районе, и в Серафимовическом районе в настоящее время. Все более и более охватывает эта инициатива создания такого общественного движения. И здесь мы, законодатели, должны прийти на помощь, попытаться инициировать принятие закона о детях войны на областном уровне. Говоря о проблемах социального характера, депутаты не оставили в стороне и экономические. В первую очередь выразили обеспокоенность по поводу недостаточного, на их взгляд, финансирования развития села. Та сумма, которая у нас есть на сельское хозяйство, в пределах финансирования федерального бюджета, миллиард, полтора миллиарда, миллиард семьсот, это явно недостаточно. Сумма хотя бы должна быть доведена до 10-10 процентов, это порядка 6-7 миллиардов. Тогда можно говорить о том, что что-то пойдет развиваться. Волжские коммунисты обратили внимание своих областных коллег на то, что в городе финансирование многих социальных статей под вопросом из-за нехватки денег в казне. Ведь львиная доля собираемых налогов уходит в вышестоящие бюджеты. Кстати, это и другие проблемы будут обсуждаться в октябре делегатами Съезда народных депутатов региона, которые планируется провести в Волжском. В профильном Думском комитете по строительству и жилищно-коммунальной политике завершена работа над законопроектом о Дорожном фонде Волгоградской области, который нацелен на эффективное решение задач по модернизации дорожно-транспортной системы региона. Более подробно об этом документе мы попросили рассказать его у автора Ангара Полицемака. Несколько лет тому назад Дорожный фонд существовал. Это были окрашенные налоги, которые именно шли на Дорожный фонд. И деньги, и деньги, это были средства, которые направлялись... Это налог на транспорт и акцизы в продаже нефтепродуктов. Они направлялись именно на Дорожный фонд. В результате этого бюджет Дорожного фонда был значительно большим. Если вот сегодня мы посчитали, примерно, вот эти акцизы и налоги транспортные придут в Дорожный фонд, то это будет от 7 до 8 миллиардов рублей ежегодно на территорию Волгоградской области. В чем хорош Дорожный фонд, что эти средства уже администрация области не может потратить, кроме как на решение улучшения дорожного хозяйства. Поэтому наш комитет принял уже в первом чтении и во втором, в принципе, решение о том, что Дорожный фонд в Волгоградской области надо создавать для того, чтобы эти средства были направлены именно на решение дорожных проблем в нашем регионе. Согласно проекту документа, порядок формирования и использования бюджетных ассигнований областного Дорожного фонда будет устанавливаться администрацией региона. Надо отметить, что разработка данного законопроекта была начата после внесения весной изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации. Сам документ должен быть принят не позднее 1 января 2012 года. В минувшую среду на заседании Думского комитета по социальной политике депутаты одобрили внесение изменений в областной закон о мерах по защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. Цель поправок – привести документ в соответствии с федеральным законодательством. С 1 сентября следующего года в компетенцию региона войдет разработка программ по обеспечению информационной безопасности детей. По мнению депутатов, это позволит принимать действенные меры к рекламодателям, чья продукция имеет оскорбительный или непристойный характер. Мы сейчас говорим о рекламодателе. Вы посмотрите, какие мизерные штрафные санкции. Если я, занимаясь этим бизнесом, понимаю, что, первое, русский язык на территории России надо уважать и, в конце концов, хотя бы писать без ошибок. Это первое. Второе. Реклама тоже должна иметь какую-то цензуру. Парламентарии считают, что на федеральном уровне необходимо вводить более жесткие правила к печатной и телепродукции, дабы оградить детей от сцен жестокости и насилия. Помимо того, что мы видим на счетах рекламных, не только на счетах, да, а вот то, что мы еще видим, еще дома, в переведении, да, это, наверное, надо уже подумать, серьезное обнесение изменений серьезных в федеральный закон. Об этом мы говорим уже годами, все это ввести. Народные избранники высказали мнение о необходимости создания Общественного экспертного совета по информации в рамках деятельности Совета по культуре и искусству при областной думе и единодушно поддержали предложение подготовить проекты федеральных законов о социальной рекламе и об ответственности родителей за воспитание детей. Также было принято решение на ближайшем заседании областной думы рассмотреть обращение к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации по этому вопросу. В Волжском состоялось подведение итогов предварительного народного голосования Общероссийского народного фронта. Праймерис выявил не только молодых активных людей, но и подтвердил высокий рейтинг известных политиков. Неудивительно, что среди горожан, получивших поддержку общественных организаций и депутаты регионального парламента Анатолий Бакулин, Владимир Осьмаков, Виталий Лихачев и Юрий Береснев. Ими было проведено большое количество встреч с инициативными группами, трудовыми коллективами и просто с гражданами во время депутатских приемов, где также учитывались все значимые вопросы, требующие решения на региональном и федеральном уровнях. Обращаются со многими вопросами. Прежде всего, это, конечно, детские садики, не хватает их. Один из самых массовых вопросов, когда обращаются наши избиратели. Ну и, естественно, по дорогам вопросов много. В районах беспокоят жителей этих районов это малокомплектные школы. Ну и те вопросы, которые в последнее время при участии в праймерис, они постоянно возникали. Жители сегодня интересуют и состояние дорог, жители волнуют и уличное освещение, безопасность на улице города Волжского. Мы все эти пожелания и наказы в народную программу обязательно включим. И как депутаты областной думы, и будущие депутаты государственной думы от «Единой России» будут работать над этими программами. По словам депутатов, все актуальные предложения, поступившие от граждан во время встреч, уже переданы в народную программу, на основании которой будет формироваться бюджет, тоже получивший название «Народный». Кстати, часть предложений парламентарии намерены использовать и при формировании областного бюджета на 2012 год. На этом наша программа завершена. Мы благодарим всех за внимание. О новых событиях, связанных с деятельностью депутата Волгоградской областной думы, мы расскажем в следующем выпуске парламентского вестника. Увидимся через неделю. Всего доброго.